Привет зритель, что-то мне так захотелось за печенье какого-нибудь, что я решила испечь, а потом подумала, а что бы мне не включить камеру и не записать. А тут выясняется, что у меня флешка тут забита, еще другая флешка не разобрана, еще флешка не разобрана, короче, какая-то новая у меня флешка была, я решила на нее написать. Вставила еле-еле, но уж каждый раз забываю, как это делается, когда вынимаю. И вообще, я пила дешевый кофе, я изменяю буси, да, купила сегодня за 170 рублей. Жаба меня душит на буси, да, он 500 чем-то стоит, короче, мне надо тут сейчас вот это все разгребсти малость. Хочу сказать спасибо Ирочке, которая мне задарила монетку с моим прошедшим ДР. Я выполнила пожелание, я заказала себе белый шарфик, белую шапочку, но там набор такой был, просто отдельно шарфика не было. Я завтра еще с вами такой что-то беру и уже вместе с поясом, с шапочкой, с шарфиком, вместе с шубкой это обозрю. А еще заказала финоватик на зоне, формочку. Я что-то так страдала, думаю, делают ли вафельки, ну вот такие, конечно, плоские вафельки, которые в магазинах продают, вот такие, я еще не узнала, как их можно делать дома. Но вот эти типа венские вафли, и оказывается, можно делать эти венские вафли вполне себе в печке электрической или еще в какой-то духовке. Просто нужную формочку. И на Вайдерис они что-то были дорогие, а на Озон, что-то 175 рублей, что ли, я что-то не помню. Ну, короче, какие-то буквально копейки. От минус 40 до плюс 250. У меня как раз максималка 250. Даля она, у меня, по-моему, отдаля она еще поест уже. Кухонные мелочи из Сирикона, серия для кухни. Вот такая вот розовая милая формочка. Я как-нибудь замучу вафельки. Ну и все мы сейчас. Сюда пока положу. Вообще, я сначала хочу смолоть овсянку, муку. Пожалуй, я сейчас это достану, у меня, возможно, видна часть этого шкафа. Еще мне надо сахар. Вообще, как бы, рецепт, который был на пачке с овсяной мукой, управляясь с телефона, на вот этот рецепт потом. Ну, потом я просто уже когда пойму, что я вот так вот, меня видно и все такое. Можно будет уже не с телефона управлять, а тупо в камеру включить. Короче говоря, был у меня рецепт на овсяной муке. Я уже это печенье делала на Кокпет, а потом делала модернизированно. Ну, сейчас вот там 100 грамм сливочного масла, по-моему. Стакан муки овсяной, 75 грамм должна была быть кокосовая стружка. И у меня тогда не было стружки, я делала 75 грамм льна. Вкусная, насколько помню, получилась. И стакан, что ли, или 100 грамм сахара. Точно не помню. Но у меня сейчас сахар есть только вот в кусочках этот свекличный. Есть виноградный сахар, но я думала, он не совсем подойдет. Есть сахар кокосовой пальмы, но он крепкий, его надо как-то ломать. И есть еще сахар, точнее вот как раз сахар кокосовой пальмы нормальный. А пальмовый сахар надо ломать. И вот я думаю, что надо мне, наверное, взять сахар кокосовой пальмы. Вот здесь он есть у меня. Немножко скомковался местами. Ну, а так как сливочное масло у меня козье, мне как-то с ним геморриться неохота. И вообще, последний раз, когда я делала овсяное печенье сливками интернизировано, я делала уже на растительном масле. Из растительного масла у меня есть кокосовое. Но мне с ним тоже как-то геморриться неохота. У него там месяц через полтора пройдет вроде как срок годности, если я не путаю. А может и все-таки чуть дольше. Ну, суть такая, что у меня есть кукурузное масло. И я заметила за собой еще при жизни кота, еще в конце того года, в начале этого, что меня попустило виноградным маслом, меня попустило всеми эти фееричными маслами. Еще несколько масел есть, которые я хотела бы попробовать в свое время. Но что-то вот меня на них не тянет. Я так понимаю, что мне как бы вообще пофигу, какое масло. Если, Люк, внезапно куплю, мне просто тогда пошло, что что-то у меня какой-то привкус был. Даже от суперкрутого, дорогого, какого-нибудь растительного подсолнечного масла. Короче говоря, у меня как-то не подошло. Но я думаю, если в отце ништяк, то я вполне могу и полотенечко упало. Делать на обычном, каком-нибудь подсолнечном масле. Но вот сейчас у меня кукурузное, каждый день, кстати, нормальное масло. То виноградное, которое мне нравилось, оно от сковороды не отпрыгивало. А те два других, которые в марконе или как-то так, короче, оно было в пустых баночках. И да, я их запишу, честно-честно. Надо бы уже записать, потому что там у меня закопилось вообще, короче. Оно брызгалось. И другое тоже, вот то чисто итальянское, не какой-то там Петерковской марки. Оно не брызгалось, оно было хорошее, но чуть ли не тянет. В общем, у нас будет кукурузное масло, овсяная мука, скоро будет кокосовый сахар. И у меня где-то есть лен, но я думаю, что буду как в оригинале, с комнаты потом принесу кукурузную стружку. И надо мне зритель, вот это вот все разобрать тут с децом, виноград с хурмой. Я вчера еще когда-то опила, но у меня вчера, это у меня пошло от моего такого типа как бы парень, первый, наверное. Ну там мне нравился один парень, потом мы с ним где-то потерялись в контакт, ну в смысле как-то перестали в какой-то момент общаться. Как-то так нас судьба разнесла. Потом у меня случился еще парень, который думал, шел мой первый парень, нифига подобного. И вновь я снова как-то стала общаться с тем парнем. Короче, вот тот парень, вот это от него я подцепила, что пока ты не лег спать, это у тебя еще сегодня. В общем, сегодня у меня оно случилось где-то, вот вчера у меня растянуло где-то до пяти утра. Я сидела, тальпила, хавала вот эту штучку, хурму. И в какой-то момент поняла, что я уже не очень собираю что-то тальпить, и я хочется спать, и я уже штучку тоже есть не хочу. В общем, у меня ее сегодня да есть. Тут у нас хурмик, а тут у нас виноградик. Мне это надо как-то все разгребсти, тут у меня конфеты и орехи. Я миндаль с чаем пью. Такой она выпала из этого пакета. У меня тут есть изюм, который я не помню, обозревала я этот на видео, или еще не обозревала, или вообще не обозревала. Ну, короче, зритель, там еще несколько роликов будет перед этим роликом, и обзор этой квартиры повторно. Очень классный изюм. Хотя я думала, что золотой изюм, он все-таки более яркий, но вот тут 500 грамм, и я как-то за несколько дней его уделала. Так, он его тоже пока сюда надо снять. Тут у меня то, что можно, то, чем можно печку топить, или просто всякие такие шкурки, которые как бы, ими можно печку растопить. А то у меня в деревне вечно такая проблема, я решила, что некоторые шкурки надо собирать. Ну, эти там, от арахиса, всякие такие. У меня тут всякие шкурки цитрусовых сохнут. Вот здесь яблочко. Надо как-то это, и тут, сегодня я купила, кстати, вот эту штуку. Яблочко надо съесть, потому что оно уже еще чуть-чуть и высохнет. Наверное, как-то вот так сдвинуть. В этот раз у меня ничего такого на окне не забыто. О! Я могу, кстати, еще кунжут добавить, вместо леновых семечек, потому что у меня вот здесь кунжут, я про него вспомнила. В общем, у меня ничего тут такого не забыто, что можно будет при монтаже. Из-за цензурики из-за этого монтаж будет 300 лет идти, точнее, я сама сохраню. А вот штучка, я не помню, обозревала я или нет, или еще даже не монтировала. Хорошая штучка, орехи и колоть. Так, тут у меня финики, которые мне подарили, и шоколад, который я положила на блюдечко, и забыла, он уже много раз перетопился. Мед с орехами, что-то еще. Что это вообще? А, тут трава какая-то, ну, в смысле, растения, чтобы добавивать. И несколько лицных орехов с нашей пасики. Ну, в смысле, из деревни, там рядом пасика как раз, мандарыны. Я что делаю, просто мне надо как-то эту... Ну, тут грехские орехи, которым уже год. Это сюда пододвинуть. Конфеты там, откуда надо взять, будет. Ой, еще ведь подарки на эту самую, 8 марта, вторые, которые я еще не смонтировала, но уже записала. Идите туда пока. И отсюда пока пусть идет. И отсюда пусть идет. И ты туда иди. Ой. Отсюда надо сейчас снять это. Я временно пока отрублюсь. В общем, я тут вздесу все сдвинула. Продолжаем, знаешь, этот самый обзор. Влог. Я думаю, это, наверное, работает в плейлисте влоги «Сборная солянка». Потому что не только тот рецепт, я еще и болтаю. Короче, очень хорошая кокосовая стружка. Покупала на Вальберскальцу. Я не помню, почем уже. Тогда по какой-нибудь скидке. Она 26 августа прошлого года сделана. Тут 300 грамм. Слушайте, такая ароматная. Я в Instagram уже писала. Я думала, сейчас на балкон сходить, найти там семена льна. Потом думаю, блин, темно. Сейчас их найдешь. Думаю, я тогда уже этот рецепт уже часов 10 запишу. А сейчас уже 8. Я как бы час собиралась это сделать. У меня пока вот так что-то поставлю. Так что у меня будет кокосовая стружка и кунжутик, наверное. Я думаю, должно быть вкусно. Ну, стружка с кунжутиком. Так, кишетка. Я на глаз отодела, отсюда засыпала. У меня тут еще немного овсянки осталось. Но думаю, если бы вот у меня там лишняя какая-то, то я как-то делала смузи вкусный вместе с овсянкой молотой. Ну, или вообще мало ли куда еще эту овсянку молотую можно сомать. Я он не молотую кидаю в этот самый супчик. Очень вкусно выходит. Бэнсту кидала фоточку щей с грибами-мариновыми. А у нас эта-то не включена. Думаю, лепестрица что-то не включила. Думаю, что не так. Надо помочь этому товарищу. Не, можно было бы, конечно, в этой кофемолке китвердовской делать. Ну, что-то я вот. Может, какой-то ложечкой надо обзавестись. Так, вообще, тут есть где-нибудь ложечка? Вроде, недавно посуду мыло. А такое ощущение, будто, не черта и нету. Короче, у меня тут есть ложечка с дырочками. После этого-то я буду твои три с половиной страницы-то и пододелывать. Просто я очень давно собиралась это печенье сделать. Наверное, может быть, даже еще с осени. Но с января-то точно. Все-таки что-то как-то не так. Вот конфеты финиковые освояла. В некоторых из них тут есть миндаль. Я, правда, не помню в каких. Очень вкусно вышло. В этот раз я использовала еще и кокосовую муку. Не только кокосовую стружку. Обкатывала в кокосовой стружке, в кокосовой муке и какао. Ну, я думаю, проблемы не будет. Потому что вдруг тут что-то не до конца расхреначится. Я тут, кстати, пью Карину с медом. Карина с нашего огорода, с нашей пасеки. Она мне очень помогает. Сейчас особенно у весной. У некоторых обострений у меня... Ну, у всех разные обострения. У меня, короче, желчный штука буйствует. Но вы на меня не смотрите. Как показала практика, не всем Карина сразу помогает. Я, как-то, начнух и новенькая. Становится я этот. Как говорит моя подруга, я мутант. Мне и зубы молочные. Сейчас мы стаканчик отсадим. В общем, да, тут 75 грамм семян белого льна в моем виде. Ну, там 75 грамм стружки. 100 грамм сахарного песка. Стакан овсяной муки. По-моему, 150 грамм как раз в стакане. Ну, в таком, по крайней мере. И 100 грамм сливочного масла. Она у меня будет кукурузная растительная. Ну-ка, я это спокойно так прикольно выглядит. Надо потом купить одну лампочку хотя бы на 100 ватт. Ну, эту эквивалентность 100 ватт. Потому что немножко темновасто вот бывает. Мне вроде по 70. Я уж не помню, поскольку мне тогда продали. Оль, надо же сначала сюда. Аккуратненько. Стакан у нас, да? Так, надо вернуться к этому. Где он тут? Я сейчас вспомнила. У меня даже записано где-то, как одна подписчица Оксана просила еще когда я в сентябре на телефон купила, записать обзор, что в моем телефоне. Но я потом нашла на этом телефоне, что можно писать с экрана видео. Я как-нибудь запишу. Обзор, что на этом телефоне. Еще там есть приложение, которое я постановила. Примерно как его завела. И они у меня так и лежат. Я даже не совсем уже в курсе, что это за приложение. Ой-ой, мимо-мимо. Так, стакан сюда, да? Стакан у сеной муки. Мне еще тетя, ну, я у нее была в гостях, очень вкусный хлеб был. Как вот покупной. Такой вот этот. Черненький типа. Я попросила рецептик, она мне скинула, она, я так поняла, на пачке с мукой была. Я сегодня купила этой ржаной муки, на днях собиралась испечь. Ну, скорее всего, первый раз на ее работе, просто вот без камеры, так чисто до себя. Это я сейчас подумала, что можно сесть на два скило сразу и приготовить что-то, и на камеру потрындеть. А еще и на днях посадила этот, семена хуаренцу. Забыла, как это по-русски? Шпинат, во. Взойдет, не взойдет. Так, в общем, вот у нас тут практически стакан. Стакан этой самой штуки. Стакан овсяной муки. Ну, я пока тут покрою, потом в какой-нибудь пакетик пересыплю. Надо убрать. Ой-ой-ой. У меня еще половина апельсина лежит. У меня был апельсин на 600, пардон, с чем-то грамма. Вот я половину съела, большую чай даже тут еще, штучка такая была. Блин, он высох, хоть я его крышкой покрыла, надо будет все от него съесть этот апельсин. А то, как бы моя бабушка сказала, апельсин мучается. Где мои сапливчики? Как-то их положила. А у меня ведь носик течет. А где мои бумажные салфеточки? Куда их? А, я их сюда положила. А, вон где мои платочки, они на стульчике лежат. Так, так, куда куда они? Так вот, калина с медом, если вы такой же мутант, как я, и не боитесь, что калина с медом вообще понижает давление. Для повышенного давления хорошо, у меня пониженное, но оно само по себе живет. Очень хорошо на желчь. Вот утром просыпаетесь, такое ощущение, будто вот здесь вот все такое. Время. Если вам делали когда-никак не в 9 лет такую экзекуцию, что глотаешь трубочку и из трубочки желчь капает, то вот вы примерно представляете эту багавер. И, короче говоря, вот глотнете с медом, Калина, и вообще кайф. И можно жить дальше. Так, надо нам смешать сахар, лену и муку. Ну, у нас тут вместо льна будет кокосовая стружка и этот самый. И этот, как он там, кунжут. То есть, сейчас мы сначала сахерочку положим. Так, 100 грамм сахара. Где это у нас сахар-то? Вот сока. Но вообще не во всякий продукт хорошо, ну, в смысле, не во всякий рецепт хорошо заменять этот обычный сахар-песок, который как бы из свеклы делается, да, из сахарной свеклы. Допустим, вот этим вот сахаром кокосовой пальмы. Где-то нормально, где-то нет. Все вот такие пробы, эксперименты. Так же, как белок, если взбивать. Но мне кажется, декстроза, она несколько разная. Вот первая покупала килограммы, она по вкусу была как аскорбинка, растворялась полностью. А эта 3,5 килограмма, и там ощущается какая-то. Она тоже декстроза, но, видимо, ну, не настолько качественная. Мало ли, разные бывают. Для каких-то иных извращенных целей она нормальна, а вот для пыши, дети, может, конечно, тут 100 грамм. 100 грамм. Ой, я сейчас поняла, что я в феврале хотела найти отвертку специальную, чтобы настроить свое пианино. Ну, вот это, вот и ныне там. как бы она, та клавиша как-то отстоялась и сама нормальна стала. Так, наверное, 75 грамм дна. Я думаю, надо, этот, весы доставить. У меня есть там весы, но их надо доставать, а тут поближе весы. Та-да-ки, пардовские весы, идите сюда. Замечательные весы, единственный минус, чтобы они стояли на ровной поверхности, иначе они какой-нибудь вам лишний грамм покажут. Но об этом сканер в инструкции по применению. так. Так, сээээ. Ситерушка кокосовая. Тара. Ну, устаканилась. Ну, блин. А, вот и устаканилась. 75 грамм. Ну, допустим, грамм 30. Ну, допустим, Немножко лучше накладывать. А не так кидать. Она еще легкая, довольно-таки. Это стружка. Ой-ой-ой, лапа дрожит. 40 грамм. Ну, и 35 грамм с этого самого отвесим. Кунжутик. Кунжутная халва очень полезная людям. Особенно, если у вас проблемы с пищеварением, как у меня. 70 грамм. Ну, 76, ладно. На грамм больше, ничего страшного. Кукусики. Какая она вкусная. Бывает такая сухая стружка, будто вот вы сделали кокосовое молоко, кокосовое масло, высушили эту штучку, а потом снова стружка. А бывает такая вот вкусная стружка, будто свежий кукусик подтёрли. Вот это оно и есть. Так, мне тут сейчас ссувать некуда, но мы сюда хотя бы. Надо будет ещё коврик для выпечки достать. Так, больше нам ничего не понадобится. Ну, смотри, весы эти. Потому что 100 грамм я их в стакан налью. Масло. А не то, что вы могли подумать. Своим изрешённым молдом. Верите ли вы в реинкарнацию хотя бы домашних животных? Вообще. Я помню, мелкая была, мне маман какую-то книжку показывала, а она от Пушкина тащилась, его окружение. И, короче, там в книжке был какой-то египетский человек, который, ну, один в один, как Пушкин. Я думаю, она тоже верила в реинкарнацию. Точнее, я думаю, это у меня от неё пошло. Это вера в реинкарнацию. Слушайте, что-то так много теста получается. А мне сколько там вообще выходило? Это так же, что ли? Это. Ну, она. Сколько есть, всё моё. Вообще, я так люблю себя за то, что я генерирую всякие фразы. Это у меня семейная. Главное, чтобы масла хватило. Так, что у нас тут? Си-то грамм масла. Давайте будем считать, что масло это вода. Это примерно столько же, сколько сто грамм песка. Ну, и примерно так же почти как соли. Не, соли чуть поменьше, если сто грамм отмечается. Вот вода это масло. Мало ли такая густенькая вода? Так, где-то тут у нас вода? Так, хоре. Ага, крышечка. Крышечка. А, вот, а я ж тут где-то видела. Так, мы это перемешали, походу. Я даже сейчас заходку на всякий случай. Мало ли так в инсту скинуть потом для истории. Соседи его уже спустили. Так, где у нас рецептик? Вообще, у меня сегодня что-то так черепушка болит дико. Я шла на зон сначала, потом вайберить. Схомячила яблоко красное из пятерки. Кстати, там по 99, по-моему, красные яблоки. Так, не нравится красные яблоки. Очень вкусные, сладкие, такие, сочные. Обычно красное яблоко какое-то не то не сём. Я бы тогда купила одно, а то специально за ещё за четырьмя зашла купить. Так, растопить в микроволновке масло. Ну, мы его просто налили, перемешать. Сахар, лёный, муку перемешали. Правда, льна не было. Залить смесь масла и тщательно перемешать. Тесто должно получиться рассыпцатым. Ну, сейчас заливаем. масло масло можно слое. Ну, на всякий случай я ставлю, пока мало ничего. Я в рецепте там увидела, значит, два стакана муки, два стакана другой муки и два стакана воды. Я так охренела, думаю, это много ли воды там. Мне сказали, что много получается, тесто типа жирное, ну, не жирное, а жидкое. И что надо делать в половину, значит, стакан муки, стакан другой муки и ещё стакан воды. Мне вообще сказалось, что эти 100 грамм масла это так мало, но вот когда я туда взвела, начала мешать ложку, понимаешь, что оно как бы даже не нормально. Что у меня тут за напоминание? Давид 3,5 страницы Tart Type отложить пока на час. Потому что я тут пока то, всё. Потом я доделаю. Ну, у меня тут грузило что-то приложение и сколько дней уведомлений не шло. и как раз тут был сабантуй семейный, ещё какой-то там, я не помню, день. И я такая уставшая была, короче говоря, если бы совершенно случайно не ткнулась в это приложение, ну, там, что-то самой себе напомнить, то так бы не вспомнила про японский, а я уже 3-4 месяца как бы занимаюсь без перерыва по той приложению. Мне сейчас идут канзи, я их потом от руки запишу, потому что какие-то канзи помню, что они обозначают и как читаются, какие-то канзи помню только что они обозначают, а какие-то канзи помню как читаются, ну, как-то так. А какие-то смотрим в книгу, видим фигу, думаю, что это такое. Ну, и там какие-то, в общем, с ассоциациями конкретными, и очень хорошее приложение, а какие-то, ну, и оно такое вредное, вот если палочку пальцем по экрану надо чертить, проведёшь миллиметра не в ту сторону, оно тебе скажет, хрен тебе, ошибка. Так, мы, значит, раздолбали тесто, слепить небольшие шарики, сверху их немного припуснуть, затем выложить на противень, на расстоянии сантиметра, два-три, друг от друга. Выпекать 10 минут, 180 градусов. Короче, я сейчас поищу, где у меня этот коврик, немножко тут лишнее уберу, ну что, я тут это, короче, я уже глянула, этот шарик, я не вытерпела, он такой нежный, мякенький, шапочка суперская такая, там отдельно всё это обозрю, короче, я пришла даже к выводу, что, ну, я всё-таки, да, леггинсы, посмотрю леггинсы, какие-нибудь, ну, и в общем, я тут достала этот, этот коврик для выпечки, ещё, например, лончик ковриков для выпечки, надо ещё раз это, перемешать, всё равно мне напоминает мои изделия из сухо-фрухтов и орехов, которые я тут маяла, даже готовое тесто ещё есть, ну, я так поняла, что видела вообще в Инстаграм, всякие такие рецепты, веганские в том числе, ну, в основном веганские, это и видела, ещё можно взять это вот, ту массу, что у меня есть, смешать с каким-нибудь маслом растительным, утрамбовать, поставить на морозилку, потом какой-нибудь крем с желатином или агар-агаром замутить, или варенье как-то так смешать, и будет типа это, типа чизкейк, чизкейк ещё ни разу не делала, не знаю, может оно как-то, как-то оно у меня не лепится, масло что-ли ещё надо положить, сейчас я лапы помою, видимо из-за сахара всё-таки этого, кокоса лапа, у нас кокосом он превратил, в крайнем случае, можно просто ложку сюда положить, или вообще в силиконовую формочку зафигачить, надо, наверное, всё-таки мне купить немного сахара, обычно вот для таких печенинок, у меня где-то тут есть силиконовая формочка, вот это я, наверное, так сейчас и делаю, хотел сделать печенье, фигурное практически, а будет у меня в итоге не фигурное, но печенье, большое печенье, так и хочется сказать, не повторяйте это дома, но если у вас есть такой сахар, как у меня, то просто будете знать, что из этого выйдет, с другой стороны, некоторые же делают такой большой пласт, а потом режут его на такие кусочки, спрашивается, на кой фиг тебе, Лёля, вот эта штука, ну, на всякий случай, мало ли, да, это из-за этого сахара, но у него даже по цвету немножко другое, ну, ладно, кофиг, уж начали делать так, зато знаем, как это выгреет, так, мне бы надо какую-нибудь чем-то скрабить-то, сейчас пока оно печется, я посудку помою, у меня ее не особо много, но, по ходу дела, у меня там по большей части много всяких хлорок, столовых, зритель, мне тут предложили, подкинули идею патреона, но там как-то геморрно, еще не факт, что меня одобрят, но ты, зритель, стал бы меня поддерживать за красивые глаза на патреоне, ну, вообще, зритель, если ты хочешь меня поддерживать красивые глаза, то ты можешь стать просто моим спонсором и получить какие-то ништяки с этого канала, там, допустим, АСМР, мукбак, вне очереди какие-то ролики под запросы, стримы по ссылке, чаты для своих в стримах и так далее, можешь просто сделать доброе дело, как, допустим, человек, или что-то донатила мне монетку, спрашивай, что в днем рождения, подравив, очень приятно, когда вот такое, очень редко бывает такое, но когда бывает, так всегда сначала неожиданно, во-первых, во-вторых, так охреневаешь, а потом, ну, оно вообще приятно, мотивирует что-то делать, ну, что ж, сейчас этой ложкой с дырками тут придолблю, сейчас я тут вот так, наверное, приопушу, приблизю, вот слышно щелчки этого штативчика, вот оно, и сейчас оно у нас туда отъедет, вот оно, даже вот так, чтобы было видно эту штучку, может быть, мою голову срежут, чуть видно только руки, но я думаю, вы, в принципе, помните, как я выпишу, а если не помните, ничего страшного, так, что там у нас было, как его печь-то, 10 минут, 180 градусов, таки, это тоже надо будет помнить, включили, сито 80 градусов, вверх плюс низ плюс конвекция, 10 минут, вроде бы, ну, что, зритель, я тут, короче, как-то увлеклась посудой, 10 минут мне не хватило, но зато он от духовка хоть подостыл, а с децл, так что мы с тобой узнаем, что тут, блин, такое у меня своялося, на какую-нибудь досочку, наверное, поставим, изначально, а тут у меня яблоки, два вида груш, на какую-нибудь прихватку здесь, можно это уже, вот, соединить, ну, как бы такое, очень, мне кажется, это самое, ну, там-то видно, что оно поджарилось, но оно такое, рыхленькое, влажненькое, я вот думаю, сунуть его сейчас, чтобы оно сверху слегка припеклось еще, мне что-то такое ощущение, что Наполеончик не удался, ну, не совсем удался, не совсем так удался, как хотел, я бы, ну, теперь я буду знать, что в это тесто кокосовый сахар тоже не вариант, так, наверх, и минут на 7, ну, а я пока тебе скажу, как вот это делается, берешь, зрители, где оно тут у меня, коробочку со свежими финиками, ну, бывают еще такие, как бы, сушеные финики в подобных коробочках и выглядят, как свежие, можешь их тоже взять, берешь, короче, вот такие финики, иногда они называются королевские, разрываешь ягодку напополам, ну, или еще как-то, и достаешь оттуда зернышко, зернышко куда-нибудь там в одно место, можешь потом садить это зернышко, можешь выкинуть, можешь еще что-нибудь с ним сделать, а мякоть в другое место, в общем, где мякоть такая, в какую-нибудь глубокую емкость ее фигачишь, фигачишь в эту мякоть потом какао-порошок, я вообще все делала на глаз, и в тот раз, и в этот раз, два раза уже делала, первый раз перед днем рождения делала, уже несколько дней до дня рождения, в инсту еще скидывала, фигачишь туда какао на глаз, фигачишь туда кокосовую стружку на глаз, все это измельчаешь погружным блендером, оно немножко того пойдет, ну, можно там как-то помогать этому действу, ложечкой потом перемешать, или еще как-то вилочкой, и на тарелочку кидаешь вот в этом варианте, можешь взять немножко миндаля, берешь немножко миндаля, так отдельно его ложишь, на тарелочку отдельную сыпешь какао-порошка, потом сыпешь кокосовой муки, смешиваешь это ложкой, чтобы однородная такая масса получилась, берешь ложечкой, а потом руками, оно липкое будет, но как бы не сильно прилипает пальцем, можно отодрать, и катаешь шарик, шарик обкатываешь в этой обсыпке, в серединку фигачишь миндальчик, а можешь не фигачить, и дальше обкатываешь, делаешь шарик и убираешь в холодильник, когда я делала не в кокосовой муке, а в кокосовой стрюшке, они были более крепкие, эти более мягкие, ну, мягкие, выбираешь в холодильник на несколько часов, можешь морозилку там, можно балкон, если это у тебя зимовоз, кстати, вот здесь оказывается есть миндальчик, но, сама суть, финиковое тесто очень хорошо с какао сочетается, финик, сам по себе, мякоть фиников сочетается хорошо с какао, получается, по вкусу, вот как покупные конфеты в финик в шоколаде, я еще хотела растопить, как раз, он у меня уже побелел тут много раз, ибо на солнышке стоявший топился, сам по себе, растопить шоколад какой-нибудь горький и в него окунуть эти конфетки, дать им застыть и посмотреть, что будет, но я вот пока не удалось у меня, потому что как-то с погодой не сочетается, когда солнышко, я финиковские компьютеры не делала, когда солнышка не было, я их делала, а сейчас он элементарно просто, я как-нибудь постараюсь, ну, если когда мне снова приспичат, у меня там коробочка еще из фиников, записать на камеру сам процесс, чтобы было совсем уж понятно, но какие-то там фотки я съедала в инсту, ну, и чтобы было и красиво, и понятно, заполна помыть, поставим помычание с тобой, зрители, печеньки там, ой, так себе на самом деле чайник, во-первых, он гудит, как-то странно не светит совершенно, во-вторых, два-три раза так сделаешь, что с петронной водой, там какая-то накипь остается, хотя в других местах этой накипи нет, но если юзать его как заварочный или какую-нибудь травку в нем через ситечко заваривать, на коже, то нормально, еще бананы, из которых можно уже будет сделать какой-нибудь смузи, так, я хоть наверх поставила, есть там эффект какой-нибудь? Наполеончик не удался, вообще, эта фраза моей маманной, не помню, с чем связана, ну, по-моему, откуда она вообще, ну, по-моему, именно вот эта самая с Наполеончиком какой-то тортик, может, вообще-то из какого-то фильма, самое интересное, они практически похожи, эти груши, я забыла, какая-то из них, какая-то из них, какая-то из них, потому что вот таких было две, но какая-то из них, а, вот эта, наверное, груши, 4 яблока, сегодняшняя покупка, конфетки надо положить сюда, я тут разбираю так, чтобы можно было это переложить сюда, надо же, кокосовый сахар, нельзя с таким печеньем, жалко, значит, может быть, получится с виноградным сахаром, раз кокосовый сахар не подошел, таки вот, она булькнула, сейчас мы из нее достаем, я просто чайничек согрелся, но, блин, оно у меня тут прижарилось сверху-то, что за нафиг вообще, горячо, 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 есть чем еще прихватит, так, пока закроем, скажем так, закрой варежку, точка, бум, может быть, этот коврик был лишним, все, можно обратно выгрузить, бульк, что-то, надо помыть будет, что тут нафиг, нафиг он у него, надо чем-то это подцепить, я подозреваю, очень рассыпчатое печенье получилось, даже не совсем печенье, но оно как бы пропеклось, с чаем пойдет, но печаль совсем не то, что я ожидала, с кокосовым-то сахаром, вообще, почему-то нигде не пишут, ну, где-то, наверное, пишут, но мне не попадалось, вот куда можно, допустим, ложить кокосовый сахар, а куда нет, потому что многие-многие рецепты пишут именно с кокосовым сахаром, но мне кажется, они лукавят, потому что, вот как показала практика, нифига оно тут печеньем не стало, оно вкусное, но форму не держит, сейчас я тебе вблизи, зритель покажу это, вот такая штука вышла, хотел Лёлик печенье овсяного, с кокосовым сахаром сваять, но, а, бламинго, зритель, если ты что-нибудь делал с кокосовым сахаром, точнее, ну, допустим, без сахара заменял на кокосовый сахар, у тебя было очень даже все удачно, дай знать в комменты, я попробую сваять тоже, всем спасибо за просмотр, всего выложика, всем пока, вот так вот, не забудь поставить палец кверху,